Закражу 100 миллионов долларов позволят что-то оставить себе. Этот пункт законопроекта о возврате активов возмутил депутата Перуашева. В Мажелесе одобрили законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов. Депутат Перуашев заявил, что он поддерживает законопроект, но не понимает снисходительности в нем к собственникам незаконных активов. Отметим, что в указанном законопроекте прописана принудительная передача в собственность государства необъяснимого богатства, активов, происхождение которых владелец не смог объяснить. Стоимость активов при этом должна быть равна либо превышать 13 миллионов МРП. Это порядка 45 миллиардов тенге. Согласно законопроекту, в случае добровольного соглашения по возврату активов в государство, лицо освобождается от уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления, предметов которых были эти активы. Вызывает определенные вопросы снисходительность данного законопроекта по отношению к бенефициарам незаконных капиталов. Это связано с явно завышенным порогом таких капиталов от 100 миллионов долларов и возможностью их разоблаченным владельцам избежать ответственности. Получается, что если даже их поймают за руку, они могут вернуть даже не все, а какую-то часть, и прокурору должны будут их понять и простить. По данным организации Tax Justice Network, за последние 30 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено около 160 миллиардов долларов. Некоторые эксперты полагают, что сумма незаконно выведенных из страны денежных средств может быть гораздо больше. Разработчики предлагают при определенных условиях не наказывать и даже оставлять часть незаконно захваченного имущества тем, кого уличили в нелегальном обогащении на 100 миллионов долларов и более. А как тогда быть с уголовным кодексом? Где к коррупционным нарушениям в особо крупном размере статья 189, 234, 1065 относятся преступления свыше 20 тысяч МРП, то есть более 150 тысяч долларов. И уже при этом наступает ответственность от 5 до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Получается так, что за кражу велосипеда или мешка муки тебя посадят, а за кражу 100 миллионов долларов войдут в положение и даже позволят что-то оставить себе. Как говорил известный персонаж в популярном сериале, воровать составы с вагонами гораздо безопаснее, чем велосипеды. Добавим, что решение о конфискации будет выноситься казахстанским судом или иностранным судом в зависимости от обстоятельств дела. Воруя миллионы, всегда есть возможность с помощью ушлых консультантов так спрятать капитал, что хотя бы часть из них будет невозможно обнаружить. Не случайно сегодня некоторые коррумпированные чиновники идут на самые наглые хищения, будучи уверенными, что несмотря на большие сроки, спустя год-два выйдут по УДО и уедут с крапитанным миллионом. Поэтому необходимы меры, чтобы выявленные им сдаимцы не смогли воспользоваться зарубежными заначками, а были вынуждены возвращать их в Казахстан. В этой связи мы предлагаем ввести такую ограничительную меру, как запрет на выезд из страны до лиц, осужденных за коррупционные преступления и незаконный вывод капиталов. Если их лишить возможность уехать к выведенным активам и жить там на полную катушку, то даже сокрыв их от следствия, но оставаясь в Казахстане, они будут вынуждены возвращать похищенные средства хотя бы в виде инвестиций. По данным независимых юристов, за рубежом суды длятся долго, а это стоит огромных денег. Тем более, как правило, имущества записаны на родственников и доказать вину конечных бенефицаров сложно. Генпрокурор Аслов в последний раз сообщал, что в страну удалось вернуть активы на сумму 760 миллиардов тенге. Это капля в море. Бауржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро ТДК-42.